Я рада приветствовать вас на моем канале. 26 мая, 13 мая по старому стилю, по народному календарю отмечают лукерию-комарницу. В этот день верующие вспоминают праведницу Гликерию. В народе же этот праздник прозвали Лукерия-комарница, поскольку по народным приметам именно сегодня на улицах, в полях и лесах начинают появляться комары. Сегодня нет большого праздника и нет строгих запретов. Однако одна особенность у этого дня есть. Сегодня, по поверьям, можно избавиться от врагов одним простым действием, а также можно получить прощение всех своих грехов. Народные приметы на 26 мая говорят, как это сделать. Этот день называется комарницей, потому что именно с этого дня в огромных количествах появляются комары. Люди раньше верили, что эти насекомые зимуют на юге, а потом прилетают домой в наши края. А еще они верили, что комаров приносят теплый ветер, дующий с юга. А значит, если комары прилетели, то и холодов больше не будет, значит, лето уже настало. Но не только погоду комары предсказывали. Говорят, комары – это кровопийцы, которые не гнушались пить даже кровь Христа. А потому убить комара – это святое дело. Если убить комара – кровопийцу, который сосал кровь из Христа именно 26 мая, в день их массового появления, то человеку за этот поступок все грехи будут прощены перед Богом. Также приметы на 26 мая говорят, что если убить сегодня комара, подумав при этом о своем враге или о недоброжелателе, с которым напряженные отношения, то врага больше не будет. Либо он изменит свое отношение, либо получит возмездие за свои злые поступки, либо просто исчезнет из жизни человека и больше никогда не причинит ему вреда. Но у этого поступка есть и обратная сторона. Если сегодня убить комара, то комаров станет в два раза больше, а если не убивать, то в два раза меньше. Поэтому и приходится выбирать, стоит ли избавление от врагов и прощение всех грехов комариного лёта. 26 мая было принято сеять гречиху-майовку, которая буйно цветет и привлекает пчел, а также других насекомых, покровительницы которых считалась лукерья. Мужчины проводили этот день, работая в полях, а женщины занимались генеральной уборкой, обязательно мыли окна, а также готовили яичницу и пироги с разными начинками, которые несли пахарям в поле. На лукерью-комарницу изготавливались бересты лукошки и короба для зерна, еды и ягод. Их не продавали, а только дарили. Люди верили, что тогда они всегда будут полными. В народе также считалось, что комары – перевозчики душ умерших на тот свет, поэтому сегодня некоторые люди их не убивали, а лишь отгоняли. В день лукерья-комарницы принято подкармливать муравьев сахаром, это им благодарность за труд. Знахарки 26 мая занимались заготовкой таких лекарственных трав, как одуванчик, подорожник, кошачья лапка, пастушья сумка, крапива, чистотил, хвощ полевой, плаун. Прежде чем их сорвать, читали над ними отчий наш. Бережно несли домой и сушили подальше от людских глаз, чтобы никто не сглазил. Если много комаров в этот день появилось, значит лето уже пришло. Появились комары, значит жди появления грибов в больших количествах. Нет комаров и дождей не будет до конца месяца. Приметы на 26 мая говорят, что если убить сегодня комара, то врагов не будет и все грехи простятся. Веточки деревьев сегодня зубную боль лечат, верили в народе. Наши предки всегда строго следовали запрещающим приметам и поэтому точно знали, что нельзя делать 26 мая на лукерью-комарницу, ведь тот, кто ослушается запрета, может навлечь на себя неприятности и болезни. Так считалось, что 26 мая нельзя убивать комаров. Вместо одного появится целая дюжина, притом настырных и больно кусающихся. Нельзя в день лукерья комарницы оставлять волосы на расческе. Их нужно тут же убрать и сжечь или же бросить в проточную воду. Тот, кто не будет следовать совету, не сможет долгое время избавиться от семейных проблем. Возможно, длительные скандалы, недовольство друг другом, а также зависть и злость по отношению к родственникам. Нельзя 26 мая плакать, даже если это слезы радости. Иначе после придется рыдать из-за серьезных неприятностей, обманов, краж, потерь, а также болезней. В праздник лукерья-комарницы просто необходимо держать свои эмоции под контролем, даже если это и очень сложно. 26 мая приметами не разрешается никому отдавать свои вещи, поскольку можно отдать вместе с ними собственное счастье и удачу. Лучше дождаться другого дня для благотворительности, а также помнить, что все, что планируется отдать кому-то, надо либо постирать, либо обтереть влажной тряпкой, которую после нужно выкинуть. Это нужно сделать потому, что вещи, которые долгое время использовались человеком, впитывают его энергетику, а значит, не промытые проточной водой, они могут часть энергии бывшего хозяина передать другому. Ни в коем случае, если на это время назначена свадьба, нельзя бить посуду на счастье. В день лукерья-комарницы посудные осколки считаются вестниками неприятностей. А если вдруг случайно разбилось что-то 26 мая, нельзя осколки трогать руками. Их нужно собрать тряпкой или салфеткой, которую вместе с разбитой посудой нужно закопать под старым деревом подальше от дома. Читали в этот день заговор от зубной боли. В этот день можно легко избавиться даже от сильной зубной боли. Для этого нужно найти дерево с дуплом, отломать сучок, который ближе всего растет к дуплу, приложить его к больному зубу, а потом сказать «Месяц на небе, червяк в дубе, щука в воде, хворь зуба в дупле». Во имя Отца Сына и Святого Духа, ныне и пресне и во веки веков. Аминь». Заговоренный сучок нужно положить в дуплу. На утро боль уже пройдет. В этот день проводили специальный обряд, чтобы от болезней исцелиться. 26 мая надо встать с восходом солнца и пойти на полянку, где нужно насобирать 9 разных трав, на которых еще лежит роса. Принести молча домой, положить их в емкость, предварительно перекрести ее 3 раза. Затем нужно представить болезнь, от которой хотелось бы избавиться, в виде кучи грязи. Мысленно положить ее под травы и сказать такие слова заклинания. «Целебные травки вы болезни заберите и подальше отнесите». В густые леса, где не ступает человека нога. Аминь, аминь, аминь. Теперь эти травы нужно заварить, гущу выкинуть под сухое дерево, а отвар выпить в течение дня 26 мая. Погода уже не испортится, если в этот день вовсю комары летают. Грибное лето сулит прилет кучи комаров. Наступление теплых дней предсказывают ласточки и стрижи, летающие в этот день высоко в небе. Кого 26 мая комар укусит, того еще 40 дней комары будут кусать. На найденные в этот день деньги нужно купить еды и раздать ее бедным, тогда год голодать не придется. Если кот сегодня об ноги трется, к романтическому знакомству. Увидеть, как голуби с воробьями из-за хлеба дерутся, поссорятся с соседями. Радуга в этот день на небе предвещает удачу. Народе верили, что рожденный 26 мая будет по натуре назойливым и язвительным человеком. В этот день проводили особый ритуал от тараканов. Нужно купить 26 мая веник у мужчины, принести его домой и подмести у входной двери, при этом приговаривая такие слова. Тараканы, тараканы, брысь ужасная. Больше в дом ко мне не приходите и не сорите. Вы метаетесь отсюда навсегда. Забудьте, где в мой дом дорога. Нужно обмести веником все углы дома, а затем у входной двери трижды постучать, как бы пугая тараканов. Купленным веником можно пользоваться по назначению. Я желаю вам счастья, здоровья и благополучия. Ставьте лайк и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok